Ребят, всем привет! С вами Сонный Иной, которому не дали поспать после второй ночи. Но ничего страшного, потому что повод у нас очень отличный. Пришла наконец-то наша лампа кругового света, которую мы заказывали. 5,5 тысячи надонатили мне вы. Что-то я там доложил, сам сделал рекламу. В общем, заказал. Пришла она достаточно быстро. Мне кажется, не прошло даже неделю, где-то через дней 5 вот так вот ее доставили. И особенность доставки была еще в том, что мне ее доставили прям сразу на дом. Не в почтовое отделение, а из компании DPD. Позвонили, доставлял ее и сказали, ребята, мы уже к вам едем. Давайте с вами ее распаковывать и смотреть, что там внутри. Я тут уже немножечко так надрезал. Так, смотри, здесь вот прям такое обозначение, да, что это типа лампа у нас. Да, только ее надо перевернуть немножко. Ну ничего, сейчас я распаковываю и покажу вам. Я вдруг вспомнил фильм про Эси Вентуру. Как помните, там идет детектив по-русски домашних животных. Идет, херачит коробкой по всей улице стеклянная. Да там написано, что она хрупкая, бить ее нельзя доставляет. А хозяйка говорит, кажется, там что-то звенит. Он очень может быть, я надеюсь, что ее и доставляли не так. Вот, смотрите, ребята, значит, такая коробка, да, то есть сам круг, штатив и розетка. Давайте смотреть, что внутри. О, ребята, она в сумке, она выездная, ее можно вывозить с собой, смотрите. Так, ничего не забыл. Вот тут коробочка, значит, у нас есть. Я прошу вас показать все это изобразие. Смотрите, значит, такая сумка, да, прикольно, смотрите, супер вообще. А есть, а вот, можно ее удлинять, пожалуйста, ее можно удлинять. Можете в руках нести, можете на плечо закинуть. Ну и здесь, короче, всякие, вот видите, детали штатива, да, то, на чем она будет закрепляться. Это гибкий какой-то шланг, видимо, да, для нее. Отвертка с болтами. Есть, наверное, какие-то более мелкие детали, скорее всего, сам штатив находится. Сейчас посмотрим. Ага, здесь у нас сами, ребята, находится штатив. Вот штативчик, тренога такая, да. Хоп! Смотрите, ну и вот тут он где-то закрепляется, теоретически. Это ноги, наверное, закрепляются, а сам штатив, скорее всего, очередь. Ну, то есть, вот так он стоит, дальше она выдвигается, и непосредственно сама лампа уже устанавливается на него. Так, что у нас здесь есть? У нас тут молния. Молнию открываем. И здесь мы обнаруживаем саму светодиодную лампу. Вот она. Прикольно, да? Здесь идет кабель электрический, соединение, я так полагаю. Далее, это, наверное, где-то здесь типа закрепляется, ну, где-то там. Или с другой стороны, как светоотражатель, посмотрим. Что у нас здесь еще? Здесь у нас есть закрепление какое-то для нее, я так понял, да? То есть, это как дополнительный какой-то крепеж, видите, здесь болт есть. Тут, наверное, как-то она дополнительно крепится. Так, здесь у нас еще набор с аксичелларами какими-то. Его надо подрезать. Ага, здесь вот эти круговые пластины, которые закрывают для того, чтобы сделать свет более мягким. То есть, если вы хотите, чтобы свет, скажем, был чуть более рассеянным, да, вы устанавливаете вот эти пластины. Смотрите, есть такого красноватого цвета, да? А есть вот такие. То есть, это автоматически, так бы вам приходилось фильтр делать, да, поскольку светодиоды очень яркие. Но это клев, когда вы снимаете как бы на большом расстоянии, да, то есть они далеко берут. А для того, чтобы свет был более мягким и рассеянным, устанавливаются вот эти вот пластины. И они автоматически делают так, чтобы вам не рябит глаза, и позволяют рассеять свет, сделать вот таким более, скажем, дневным, насыщенным. Далее у нас идет адаптер, адаптер, вот он как раз сюда устанавливается, розетка. Так, и посмотрим, есть тут что еще? Нет, ничего нету. Больше ничего нету. Ну и тут, ребята, сумка вот такая, да, достаточно большая. Здесь есть кармашки дополнительно, если вам что-то нужно туда положить, например. То есть, ну, вполне достойная вещица. Будем сейчас все это собирать. Ребята, как видите, на первом этапе лампа устанавливается на штатив. Сам штатив является выдвижным, то есть выдвигается первая секция, также ослабляет данные крепления. Вы можете еще и еще, то есть еще дважды, три раза вы его по большому счету можете увеличить. Но я его собрал, чтобы вот хотя бы так, да, минимально было. Затем, значит, у нас есть здесь адаптер. Адаптер раскручивается. И здесь через переходник определенный можно его уже подсоединять к сети. То есть здесь есть такое вот сетевое устройство. Оно вот так вот вставляется сюда. Далее у нас идет адаптер. То есть шнур достаточно длинный, да, как вы видите, для того, чтобы мы могли удвинять. Далее непосредственно идет сам сетевой шнур. Который также является, ну, нормально. Ну, сколько? Ну, метр тут стопудов есть, да? То есть метр шнура есть. Ставим. То есть, ну, давайте я вам покажу. Теоретически где-то вот сколько длина, смотрите. То есть я вообще, в принципе, могу за ту комнату уйти. Давайте попробуем, что ли, все это включить теперь. Посмотрим, как он будет светить. Так вот у нас. Так. Здесь, наверное, надо его включать, да? Я так думаю. Оу, е, бэби! Ты теперь звезда! Смотрите. А? Офигеть, да? Я думаю, любой хромакей так подсветить можно. Вот. А также вот есть эти накладочки, да, которые я вам как говорил. Вы их можете устанавливать сюда для того, чтобы рассеивать это освещение. То есть, теоретически, вот так накладка это устанавливается. Где-то тут. Где-то так. Вот. Ну, грубо говоря, я просто, я не буду уж прям сейчас ставить ее так. Да? Ну, то есть вы видите, что теперь свет не такой лобовой, он более мягкий. И когда вы его увеличиваете, то вы видите, что он рассеивается, этот цвет, да? Вот такая лампа. Ребята, огромное спасибо всем, кто помог в приобретении данной лампы. Я надеюсь, что сегодня 18 часов в стрим по ТЭРе. Мы уже попробуем все это дело протестировать. Всего вам доброго. Огромного вам всем здоровья и удачи. Пока.